раз-раз так ага дожми готов все нажал да ну смотри я тебе короче раздал всякие там разные кстати нет проблем со звуком меня хорошо слышишь тебя прекрасно слышишь меня нормально слышно да да вообще великолепно ну супер просто у меня короче раздельные кодеки у меня именно через оба с гораздо лучше там качество звука ну ладно пофигу а в этом вообще не шарю но мы прям самого начала дальше секундочку проверю просто сюда все нормально все пишет вас так да ну все принципе я все раздал еще потом подкорректирую сейчас сохранимся блин меня помню в самом начале не в самом начале когда до шах доходил меня там прям пиздили прям по полной но ты один был или кто с тобой был один бегал ну ну как там со мной были вот эти всякие джахер и вот эти все саиды или как он там саид это монах что ли подожди кто джахера трахает халид а халид вот ну как мы знаем он это делает только в первой части 2 он уже этого не делают но там хотя во второй части мне джахера больше нравится да она как была мамочкой так и осталось ей знаешь она там как это более агрессивная мамашка у тебя пролог идет да нет я пропустил его скипнул а подожди за меня я пролог уже раз пять наверно слышал то что раз пять пытался в нее начать нормально играть но я зашел короче так что до сохранить там сразу так а ты сохраняешь да ну да ты же хост блин даже по аватарке на себя похож пок надо побриться уже да а чай ходить не могу а вовсе а я сядь не выделил просто я просто я просто мультиплеер не играл насколько я золото 260 она общая кстати ну пошли зайдем ну а в настройках можно вообще голос на хрен просто рубануть да 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 конечно можно эти часы настройки и там все выключить настрой кнопка а по моему звук ответ при выборе никогда отзыв команда пусть редко будет боевых лечит тоже на хрен да и звуки шагов они звук шагов оставлю ты можешь там разная громкость подкрутить я там все где-то 30 процентов выкрутил ну я даже меньше поставил ну кайфули короче ну чё можешь обшарить принципе там сундуки там чё здесь поговорить с винтропом есть хочешь да она квеста его а или у нас квест как на двоих распространяются или нужно отдельно выбрать но смотри поскольку я леди группы получается я дитя балла ты мой друган на задание у меня это задание не убрал то есть у него что они у него родине берутся задание не говори поговори с ним но сейчас да взломаешь я взломает у меня наука до штыков нет а ты оружием взломай я не знал я не знал ну вот поздравляю так я себе по ходу делаю интерфейс отключил на хрен по моему z и реальзет или 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 о что такое нет и это инвентарь в этот меню это все понятно все начались короче хобби это не менее нормально сейчас попробуем вспомнить а вот двоечка двоечка о взломалась а кстати колесико мыши про можешь приближать отдалять как тебе нравится да я знаю но тоже не жди здание там вообще наверх ломанусь дайте помогу да я уже взломал пусто да там я уже обшарила вот вот здесь как взломай потому что получается не удалось и не удалось забей тогда пока дальше не ходи а тут сразу вызовут ну да там же эти так но чё чё делать на естественно будешь читать или как бы пофигу но я так быстренько промелькиваюсь я могу принципе нажать к а я не могу нажать не сделал бы ты можешь нажать к не сделал но ты пока транзиша могу себе в канализе аллей везет те у тебя 13 хитпоинтов а кстати стой секундочку знаю жирный зайди в настройки там по моему в игре есть такая кнопка максимальный хп на уровень короче а а макс это каком уровне сложности играем базовые правила так максим до пунктов здоровья на уровень отдыхать до максимума исцеления что-то еще там надо включить и по моему все но у меня это включено групповое инфравидение да а наверно ты настройки хоста принимаешь я понял прикольно я так прямо это тоже но мультиплеер не играл я играл а играл да мы с челом прошли по моему шахты и а мы качались короче не помню ничего побазарим с филидей ну да чё хвост у меня взять на книжку ох как я ненавижу быть такой рассеянный такая типичная замануха как работает у тебя будет интересно загрузка что посмотрим было что-нибудь такое но чё-то моргнуло отлично начиная ска зайдем да давай а чё ты оружие не купил то это панул но сейчас возьму куплю она вообще вернемся он с тобой стал разговаривать а сейчас моему лицо то сломаем я не узнаю тебя кто-то такой что ты здесь делаешь кто я неважно бла-бла-бла а сломаем лицо не попадаем ну давай лутай ну-ка или его убил подожди сейчас секунду так получается от противника паладин от меня кек давний кинжал взломай замочек пожалуйста вот взломал молоток в ящике нужен да нахер он дался я сейчас пойду к этому жердя я куплю него вручник пока до жердя и дойду она дошел проверяй а чего не стопалась в игровое время диалога сейчас стопалась так а кстати интересно я смогу без тебя-то вообще в таверну зайти скорее всего типа там партию before adventure force вот это вот да 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 классика а мне показывает тебя короче диалог твой прикинь забавно да 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 вот экран не показывает где ты покупаешь предметы а кстати ты ты в двуручник до вкачался да 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 возьмите лёгком а есть вручник возьмите сразу два оружия ломается поначалу игры там же да там же по сюжету типа хреновая сталь все дела да а я только один могу купить дуру чем один двуручник почему то что у него только один двуручник она понял и нормально я потом купил болтов пожалуйста обычных болтов одну пачку маленькую для стрел да ну как для арбалет который вот тебе и рыжий посыльный вспомнил эту хрень да ну блин сорян чего сколько купить одну маленькую пачку это для квеста блин жалко посох продать нельзя выкину на хрен ну да я в ящик обычно складывать зачем мусорить а мы сюда все равно не вернемся а вот нифига а да забавно будет стать потом обнаружить этот посох и валяющийся на земле да было бы забавно да не на самом деле уберу скорее всего отчеты без брони пока но я типа деньги общее я типа экономлю не не давай ты смотри ты спрашивай меня есть чё там что взять ну типа шлема кейси обязательно и брай броню короче на самом деле шлема можно даже взять наверное штуки еще один потому что мы еще будем одевать там халида джахер ушли хотя мы там купим забей не надо лима по моему здесь особо то и не дают ничего а вот нифига они дают защиту от крита да вот почему там не описано ничего написано написано ну чё смотри бабла у нас 215 блин у меня конечно по-хорошему пластинчатую кольчугу взять она 120 стоит бери 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 не парься окей смотри ну как бы это спойлер не спойлер но на самом деле там дальше когда присоединится жахера у нее зелень невидимости она пом 900 монет стоит а его может быть потом продать да да я продаю всегда абсолютно бабла здесь жопой жуй то есть вот с баблом здесь реально особо проблем нет единственно что как бы в бабки реально конкретно уходит а как на артефакты и на зелья я пока шлем не стал брать просто вливоз очень там выпадают стоит а тормози сейчас храню еще одно сохранение сделаю отдельно все сделал давай возьмем песто это учили к блин 14 января года в вор выходит да да я ради него даже хотел плойку покупать а какой ну в 2018 года который с бородатым кратусом понял я врач пошел к филиди вот и книжку отдаешь да давай сори ним нет ни пауза не ну короче да у меня кстати сверху про то появляется диалога в окно дашка таски почтать поэтому я могу если что прочитать да я эти квесты наизусть помню понял тебя я тоже 5 раз пытался в ненормально начинать играть у меня только нормально получалось только во вторую балдуру хоть как-то подвинуться а у меня короче трагедия знаешь какая я прошел игру примерно почти ну почти до конца считай потому что ну пристом вот которым сейчас я играю по сути и сохранение были на жестком диске они у меня до сих пор на и на жестком диске там лежат и короче все а я включил облачное сохранение но почему-то мне загружает короче сохранением и кит древние старые так стать проблема стима да кстати дожди-ка щас короче монах певчи стоит короче и на русский переведено полностью как он поет да 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 у меня вот почему-то не показывается вот это вот перевод сверху я не а у меня на озвучке поет по-русски а прикольно щас секундочку я зайду в игру посмотрю есть там это эти четыре говнюка и мучка певают прикольно прикольно ща а что там с востока придет великий господи мунг явится как стая саранчи да это пророчество лаунда знаменитая уста как же в чем у тебя проблема с never winter онлайн я так и не понял ну я же тебе объясняю времени не так много на игры на какие-то канка она она пляж она даже она она больше пв и ориентирована чем пвп то есть она много времени не занимает там только дрочь начнется после двадцатого уровня максимального кстати так считается с 7 сын поговорим и нам нужно идти красного священия от нее отбегу чтобы он с тобой говорил да а прикольно вижу вариант ответов я теперь видимо вижу как ты можешь их выбрать хрен знает как это работает мы с вами можем советоваться в этом вся фишка надо нам как-нибудь с тобой попробовать потом в дивине тире жил с ним поиграть там помогите есть реализовано давай начали да вот попробуем это есть а увлечет токи хотя бы шахты пройдем мы сегодня вряд ли успеем но до шахт мы сегодня не дойдем до того что все-таки рано за работу вставать то есть часика 34 а принципе ну три по силе сегодня там просто фишка divinity в том что там можно между собой спорить на диалоговых каких-то вот этих вот сообщениях которые именно тебе игра предусматривает это забавно извини когда читаю я однозадачный скипают что ты говорил понял ну понятно пойдем короче короче таким образом я я трахнул собаку вот я нашел челик этого кушать у голос мирский кошмар приветствую ёныша поэтому я стали поставил короче озвучку оригинала текст русский а во мне короче сверху появляется типа подарил вручил мне свиток его нужно там куда-то отнести вот ну тут прикольно просто насколько я помню в онлайн чай все для такого нет на прям за мной ссоре да иду иду блин ну как же они медленно ходят почему здесь не придумали бег а потом в дальнейшем по моему уже не в первой части народе как нет во второй части они как-то побыстрее все-таки носит мнение короче смотри есть такие ботинки сапоги скорости называется ну вот они в первой части вам тоже встречаются а это в первой части 3 встречается ли во второй я уже не помню 1 1 1 до иначе самое забавное создавал себе темную эльфу на уровень тронлайн и ник дрист не был занят как их сейф так ты купил да эти дротики да как тебе их отдать такие на пол а у меня какой-то я могу на тебя что-то тыкнуть а это могу за тобой просто метку поставить понять следует будешь за мной короче ты меня вагонишь да не ну когда ты будешь пиво себе подливать тут и так и делай как я сижу пью пиво и просто за тобой норм игра саша я ничего не путаю вроде же это тоже самый движок что и первых фолочей не знаю а может они тоже какой-то гексагональны какой-то такой системе идут а ну то есть ты типа просто паладином назвал до сурово сурово не знаю я когда в какую-то это мы мамошку или в рпг играю я всегда стараюсь что-то придумать типа ну знаешь мол так чё-то стопанул короче смотри ну я бью вот этого с который передо мной а ты атакует того который сверху все понял из него рига значит ты можешь снимать паузы когда дашь команду а ну все ну короче будем думать что эрику пиздец он просто увидел мою страшную рыжую бороду неотесанную ему стало противно ну чё крыс побьем да конечно если что-то меня эрик свалил сбежал но вообще конечно забавно смотрится когда стоит чувак и из двуручника рубит крыс на хрен в настройках игры пожалуйста может отключить показные атаки но ты меня скорректирует а где это в настройках игры опции игра обратная связь обратная связь нижний нижний вот этот слайдер самый низ прокрути сравнение снаряжения всплывающие записи отключить показные атаки а включите еда горит она она у меня было не горела вот сделаешь в горела понял сделал да так чё тут можно обшарить а здесь помню все пусто было об нажимаешь и все видишь да я понимаю да но есть все пусто я кольцо стырил какой-то хорошо тебе на самом деле опыта дукаешь копейки но всему прикольно от почти закончили да я помню сейчас еще этому нужно уметь вернуть в казарм зайти мне нравится знаешь вот стоит такой чувак в доспехах перед ним да то есть перед ним стражника вонся и он тебя крохой называет и кроха такой чувак с молотом с щитом да так сейчас давай зайдем еще записи дадим чоку да с радостью елкой от роде господи нельзя такой говорит человеку щитом из съемным молотком в доспехах надо бля бля так кто давай все таки я паузы на работу команды ты не просто будет готов но я готов часто ваншот его зарубил выходим и куда делся да да вообще здесь ты просто иногда ты когда отжимаешь кнопку или чё там у тебя не 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 я просто микрофон поднял разговаривали со мной короче так нам казармы а вот интересно теперь как будет здесь опыт делиться между нами пополам то есть по идее если бы ты играл один ты получил бы не 50 а 100 опыта нет я получил бы 50 опыта так мы получаем 2525 выходе и соответственно она голда у нас общая да уже группа мы скорее тандем но это пока осталось только еще свою партию создать точно точно а там и замок можно отстроить дворец ну во второй части кстати у каждого класса есть своя какая-то обитель ну да какая там своя собственная хапка хапка есть да то есть ну не знаю в этом плане мне вот больше понравился 2 never winter у тебя там целый замок блин ты там как-то корректируешь там отстраиваешь это прикольно второй never winter да а как бы да как бы я сильно не не любил эту игру в ней есть свои прелесть все принципе вроде все квесты тут сделали но пойдем просто со стариканом базарить давали мацу да ты все взял до а кстати чертсерк по моему берсерк он не может становиться экспертом что ли в стрелковом оружии то есть одну звезду какой-нибудь длинный лук тебе рекомендую потом вкинуть и очень пригодится а нахрена не сдался а я объясню дело в том что большинство боев на первом этапе проходит практически очень просто когда вся группа просто скидывается по выстрелу на какого-нибудь моба концентрировано и так принципе можно но очень долго качаться это очень удобно не получая особо пиздюлей поначалу то есть это абьюз короче нет это не абьюз это вполне логичная нормальная тема как в реальной жизни дальний бой за если ты посмотришь на современные как бы бои то дальний бой победил а ближний бой а кто да хотя если брать какие-то пищали например это перезаряжаешь но это да да ну кто скорострельная хрень вообще-то да это только на дальних дистанциях это он до дали сердце нормально работает с упора ты слуха никого не застрелишь особо не ну относительно близко можно почему относительно близко проще уже стрелу в глаз воткнуть ну это совсем уже близко это уже совсем дистанция ближнего боя так ну ладно что сейчас уберем ну принципе да все я могу идти прямо сейчас да 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 не помню по моему ты мне рассказывал что типа ты как-то партию создавал из одних воров в одну из балдур пытался пройти да это было в осиндель 2 а в осинделью причем это были воры хоббиты да 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 все не знаю моя гордость это как его называют второй fallout когда я создавал персонажа с интеллектом единицы пытался пройти без единого выстрела игру вообще без единого убийства и умереть получилось сейчас секундочку у тебя есть это вот ну показывает заставку сгорая но там все так было конечно а ну кайф дай посмотрим послушаем но показан только ты я слышу то что они у тебя там говорят да субтитры короче до 1 разняться с озвучкой но голос главгода конечно не очень я тигры русская . отвратительно они просто они убили дух игры дух игры не в озвучке не согласен отчасти в озвучке потому что очень очень талантливые люди озвучивали здесь каждого персонажа практически до всех абсолютно лучше если не ошибаюсь то главгода здесь озвучивал тоже чувак который играл главгода в этом фильме даже сан-драгонс где там еще что-то в марл вайт снимался же снизки бы право пожалуйста ну вот это вот заставку ладно да конечно конечно просто иначе и мы им подбежит тебе и начнем там что-то вымогать сейчас я просто для зрителей скажем так кто не видел оставлю вот это вот видео и звук сожалению очень сильно тихо звук сделал в игре но я думаю что народ что-то услышит здесь и посмотрят во что их деды играли точно точно как там было больно самое забавное что в русской озвучке чувак который дублирует вот это все все вот этот фигню голос не очень похож на чувака который является мастером в этом подземелье чхен карри до офигеть но похож по крайней мере я не готов утверждать что это именно он как бы но похож но все равно хармон квест круче блин зачем мы забыли чё мы забыли короче ей купить снарягу я хотел купить там нужно было кожаный доспех клёпан и взять стрел побольше всякое такое меч короткий поблизости деревне будет ну да да ну надеюсь мы она доживёт до туда короче ладно попробуй и и поконтролировать я помните дал такую возможность нет ну ладно да я и себя с трудом контролирую но хочешь я буду остальных контролировать отдавать команды рассказать быть настоящим лидером party сейчас у меня небольшой педстоп сейчас кое-что но то там идешь да там куда ненешний состоит давай я короче значит только туалет скажу побыстрому ладно давай давай чай этот звук на стриме отключу я очень любит не могу как бы убрать все помню и она сама которая вспоминает как все хорошо они своя смешная побыстрому в-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы вертиме и она тащит эжик солнце эжик演ады Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, точно. Ну, пойдет сейчас. Злутать батю это, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, окей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стоя прямо абсолютное зло, короче. Хехеха, забавно. Мы, короче, сейчас возьмем и сразу же выгоним. А что их туда брать вообще? Чтобы у нас была возможность есть, чтобы поменять состав группы потом, в дальнейшем. А, либо снять с них лут и выгнать. Ну, я так и делаю. совершенно это как-то это глумлива пошлюшески да ладно тип раздел и давай будем считать по рп что мы их это ограбили как можно просто избить ну это тогда их надо убить будет но в чем проблема нет сейчас я изменю состав группы у меня хаотик нейтрал мне пофиг попадем с этим челиком будем базарить она в кон сдался вроде ничего никакой полезной информации не несет сейчас хранение мы пошли у меня примерно также персонаж в ультим онлайн выглядел чё ответим это за мага играл чё ответим не знаю я бы вырубал в руку типа либо 2 либо 3 но я за первое но но в принципе да либо 1 либо 3 принадлежно давайте на первом сойдемся так вот это уже опасный регион надо быть поаккуратней да 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 10 бакбир или кто не там не гиберлинги а гиберлинги он один больной кстати нормаль готов до ломать ебало это мне всегда за радость я короче купил все прощу вот буду постреливать у тебя всегда была какая-то тяга к экзотическим дальнобойным орудием ну почему экзотическим прощает вполне я помню как ты сам себе прощу делал но я и эту себе сделал сам тоже чё ответим давай вовлекайся в процесс я тоже хочу что тоже болтал но я читаю да вот не знаю я типа хаосик нейтрал я бы выбрал бы либо 4 либо первое но я бы первое потому что мне интересно но дам кстати очень хороший напарник болдур вот чувак 2 играл он вообще было прям но неинтересно он такой типом для скип и похуй мне а мне вот интересно хотя все равно когда играешь с кем-то трудно сконцентрироваться на том что читаешь да потому что твой оппонент тоже может скипать как бы то есть это надо блин обновлены заставки прикольно кстати старые сейчас мне нравились больше они были были крутые но и где-то были ламповые что ли но они были анимированы полностью там вот это вот камера двигалась по всему этому вода где где-то где там до чувака помои вываливали из окна а так предлагаю сразу сходить налево хотя ну да не на чем сделаем сейчас смотри как сделаем предлагаю план созываю так сказать совет сопартийцев предлагаю такой план мы сейчас идем в таверну дружеской рука убиваем там всех встречных врагов кто может попасть на пути кто может желать награду за нашу голову также мы там берем халида и джахейру временно они просто хорошие сопартийцы на что мы сейчас одеваемся потом мы выходим из замка отсюда идем налево убиваем там всех кого вообще видим подожди на куда ты пошел это я случайно ну вот нетерпеливый воин ну вот тебе просто так указать цель на типа там вот слева враги ты такой куда себе и короче все пошел с криком лерой дженкинс чисто рубить всех ну так вот возвращаемся сюда убиваем там короче челиков слева всех вообще по максимуму забираем там квестовый предмет и сразу же идем в следующую локацию наверху справа там короче мы встретимся с тобой жрицу виконию меня такое есть предзнаменование скажем так и мы ее с не берем в группу она не вступит но самый прикол то что там на нас нападет солдат амна у него есть крутой доспех во первых него по моему full plate по моему а во вторых у нее клёвый шлем который я хочу себе очень сильно вот и если нам конечно даст туда пойти если не даст то идем вниз вот ну и собственно потом идем по мейн квесту до наш келя и там мы не за либо заканчиваем грудь быть есть еще есть возможность то пойдем шахты и пронесем просто изи ну слушай но у меня время до трех часов блин ну кайф кайф давай тогда попробуем 300 успеем увидеть прям очень хочется и нашел ты знаешь я не помню где он встречается по моему он скриптован что в каком-то только конкретном акте ты можешь встретить я не помню по моему думал что вы как-то случайно находишь не знаю как чувака который хотел сбросить со скалы так сейчас короче зачем будет у меня есть мой короче мое божество которым я служу в этой игре подчеркиваю она мне отдает силу предсказания и я предсказываю что нас нападет впереди маг и этот маг он на принципе не то чтобы супер силен он у него довольно таки сильные заклинания то есть он сам слабый но заклинание у нее сильные поэтому я предлагаю тебе ты же берсеркер взял да 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 план такой идет во первых идти вперед он будет с тобой разговаривать скорее всего а во вторых я не знаю там собьешь ли ты ему первой атакой его мгновенное заклинание скорее всего нет я предлагаю активировать суперспособность твою вот уже там на месте имеется ввиду когда выше вступать в бой того понять где у меня суперспособность забота на ярость f1 только не нажимай да ну вот короче когда он со мной до звездицы я нажимаю короче я разбер серка да ты по крайней мере тебя нельзя будет от контролить и ты сможешь его замочить если мы будем под контролем принципе хп у тебя достаточно 13 я думаю что я задержишь ночью сохраняюсь и пойдем ну да извиняюсь а это не он сорян давай иди вперед на лестницу да 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 вот он так чё выбираем я здесь что встретиться с друзьями наверное или ты мини-друг и мы мои дела тебе не касается полный пакет мы подумаем это посторонний человек принципе что-то навязывается да ты мне другом и дела те не касается я считаю самый адекватный ответ а ты как думаешь да 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 ну ты говори когда скипать час так мы не успели ничего сделать ну ладно ничего страшного ты активировал способность а вот не факт что она у тебя с 1 у тебя по разговор вообще я сейчас я пытаюсь вручную нажать но у меня пауза ну да ты должен нажать звездочку нажать способности просто поджать у паузы он сон должен ее то есть не нажать атаковать что я вот нажал ее хорошо я нажал на него атаковать я джимая паузу у тебя когда анимация проиграется может атаковать как было 10 хитов так и осталось атакой атаку его добью не отуча 28 хитов а блин это на твои хиты смотрю я так чё ты лутаешь ну давай я ты лидер тебе самые вкусняшки все пошли внутрь блин от тебя подхилить стой срочно при том что выберем я не знаю я бы на право знал бы почему дороги перекрыта я тоже ну и тут соответственно в логично что второе да сам сирен я просто я быстро читаю простых респект тебе респект это все но мною нелюбимый блок какой александр да ненавижу блока но в крафтере больше нечего читать а то есть там сидишь и надо и читаешь да нифига а я прихожу заказу пару кружек как бы с такими бокалов пива и сижу читаю так здесь нам нужно поговорить с дорном а вот он право кстати офигительный воин да он под меня косят войну на фигительный да он даже моими фразами говорит не на прикольный человек вот видите а хитпоинт и а ну вот нормально все да да нормально что 1213 не у меня же да 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 у меня же после эффекта берсерка же да у меня же там че подходняк ну в нормально динди системе то есть настольный кстати есть на самом деле малюсенькая милипидрическая разница с кем мы поговорим с халидом или жахер из кем выбирай ну давай все таки от жахера потому что халид заикается у меня бесит ладно у меня в русской озвучке жахер озвучивала какая-то бабка я тебе русская озвучка отвратительно просто а мне нравится серьезно типа знаешь забавно короче это такая аватарка симпатя симпатя вы лифички такой вот такая дело в том что и как я сказал профессиональные офигительные актеры очень индивидуально вот обезозвучили каждого персонажа с определенным характером голосом но это нужно отдельно озвучку получается выкачивать да то есть я тебе потом после того как мы закончим играть я тебе покажу как отделаться вообще два движения и все у тебя будет там четко часть актер файл типа там войс с рашеной что я что-либо не овощи нефиг вечи нифига просто нужно зайти будет в одну папку и удалить русскую озвучку и все ну да логично ребята папа познакомиться с тобой баба бабой да где бой этот халит короче как из анекдота про старого охотника молодого охотника где тот учил другого на медведя охотится где там говно будет га 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 будет как главное не не бойся и она в нем нашла вообще понять не могу но он такой этот у нас как рассказать так ледоблюд скажем так мягко но короче адепт идеология щербакова но это вот слишком замудрена я я не понял но я предполагаю о чем-то но он тоже лиза но не блюд ну да 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 я потому ли фиг не люблю они всегда любят подкобычников красиво сказано то то дело гномихи да пожирнее по волосате килограммов так подстой было за что подержаться да 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 я я самый смешной этот монолог знаю где в этом блин просто наизусть а больше то самый лучший блог за весь фильм да точно надеюсь зрители которые будут смотреть мою запись поймут о чем мы что тот чувак который играл рыжего гнома в итоге играл этого в пират хрипского моря там больше был такой тощий короче с одним глазом у него был такой другом коротышка еще раз еще раз но помнишь пират хрипского моря но там был короче персонаж тощий такой длинный без глаза у меня все время глаз выпадал и мартушку решими глаз пиздил но но ничего у него был другом короче такую низкий коротышка вот этот же чувак играл этого гнома в фильме даже sandragons прикольно прикольно а точно точно слушая его узнала все прикольно так короче смотри а чё делаем сейчас я ну ты сам все купишь снаряжение я пока их распродам у них всякое понял да что-то закупаться чем они зачем покупать мне только чем нужен стоит тогда выйди пока не закупайте подожди свою очередь мы обсудим ладно окей окей так сейчас я подожди можешь пока пивка попить туалет сходить я в очередь встану хорошо вот я в очереди хорошо так халиду нужен только меч еще посмотрим ладно так а кстати у меня у меня два свитка есть инфровидения и доспех я думаю это нужно эмон отдать я тебе дал два зелья короче да да все давай и мы не не мне давай можем не или мы им пофигу а я могу тебя так перекидывать прикольно из инвентаря да можешь так спасибо за зелью поставим сюда сейчас короче так пояс пока ага так но я почти готов дэнди а посмотрите в инвентаре вот это все я продам который что что у тебя в инвентаре ну ты сам сможешь принципе продать а я это все продам да это в принципе цель ты собирал собственно сейчас я посмотрю чем владеет джохейра хорошо а лидом хорошая шутка отлично респект она владеет дубины на двоечку надо едать какой-то прощу на это купить дубину и длинный меч длинный лук халид тот еще дубину на двоечку так я пока закупаю сейчас попробуем все продать я пока сейчас заметил что-то ведь таверщика зовут bentley ну короче у нас такой люксовый таверщик у нас уже 1300 голды кстати сейчас крутяк сейчас будет больше так закупаюсь да здесь коп кожаный клёпан доспех не продается это очень хреново я потому и покупал его сразу 100 старте игры скрепта она типа выпадает постоянно ну да но это лично мои заморочки я не люблю ношеные не ты же носишь ну отчасти да но я просто представил себе и мы на которой носит доспех какого-нибудь здоровенного жирного вонючего хоб гоблина ну да будем думать что она просто наше ведь за брата я не знаю там за бабушку так сейчас 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 я всем стрелы и снарядов куплю да да конечно давай короче мой перст стоит пока там закупаешься такой мне следует разум не распоряжался своим временем правильно стоит около барной стойки ни хрена не делал даже пива не пьет а я слышу слышу да жесть так вообще смотря смотря на полную стойку складывается ощущение что таверщик из него говно потому что куча грязных кружек не убранных ну то есть но как бы менеджмент у него здесь херово развит так иди закупайся ну я думаю что тебе нужен да только шлем по моему здесь тоже не продается есть не ошибаюсь посмотрим и двуручник один и все принца еще купите длинный или если тебя сила позволяет то композитный длинный лук и стрел штук 16 пачек так давай так вначале композитный ледяной лук грязь стрелы 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 столько пачку наверное или две эти длинный меч скину и вот еще кое-что сколько стрел брать одну пачку 16 пачек 16 да а я так могу одну как а нет дважды кликни и у тебя в инвентаре сейчас должны появиться свиток 22 свитка продай их и длинный меч тоже продай их уже продал класс работает здорово не нам там выходить заходить заново так сейчас я подумал я бы наверно блин масло скорости бы прикупил мне не надо а блин точно слушает действительно она же помогает я на самом деле блин наша проблема жопа у нас то увеличивает скорости бы вы качество на сто процентов таким образом скорость передвижения 9 станет равна 18 а персонаж который обычно атакует один раз за раунд будет делать это дважды ё-моё слушай ё-моё я вообще дико тупил ты представляешь во первых я продал два вас на скорости спешу тебя обрадовать ну чё покупаю нет стой 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 давай наш как сделаем она в сушила дорогущих 750 стоит на руль тормози тормози успокойся или грузимся да придется боюсь грузиться а вот или может быть переживем это как-то потом следующим надо вообще до чем закончил еще подожди куда не спеши мы же у демона модулялись господи ну да типа а чё там успел да и это успел не успел и все пофигу да и такую херню видели да сейчас секунду ну короче я все закупил дожди так ты все закупил да ну суетом сез лук куда надо да уже запихнул куда надо стрелы тоже запихнул куда надо конечно не перепутал место куда надо их пихать конечно нет но отлично так ну смотри партийка принципе вот да почему я шлем покупаю то что на х на джахера не хватает шлема всегда а там нет шлемов не не продаются я смотрел где-то ну вот видишь чем проблема я говорю да и шлема выпадают это так во первых у тебя что-то стрел как-то маловато 60 почему так я говорю надо купить 16 пачек алё его и двуручнику без один двора 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 нашел да 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 я счастлива это шлема дам есть есть и надо да мне не нужно не ну скоро просто я имею ввиду но я дам просто тело с ним что хочешь потом а минут через 15 10 оттену на тыкву хотя можно на джахере короче стой тормози сохраняюсь типа основной сохранение сделаю у меня небольшой контекстный вопрос давай я вот сейчас сделаю скриншот но сейчас тебе его скину вот сюда и дискорд что дам ну и чё сейчас у тебя сейчас ты поймешь к чему этот вопрос хорошо я могу есть ты есть что есть какой-то там что-то личное будет ими говори я буду выключать звук на стриме меня есть кнопка и не 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 нет сейчас чекну до стрим идет так я открываю дискордж и смотрю я найду эту хрень а ты кидай прям в чат где мы ну в этот нашу группу канал ага и чё там что проблема кто из них халит они все как бабы да реально что ли у тебя какой-то глюк ну ты сам посмотри на скриншот мы сейчас перезагрузимся может не будет проблем да нет забавно я вообще так как телку воспринимал поэтому норм ладно сейчас так я сохранился принципе ну что пошли по квесту как я и говорил удогу и тут единство просто хватит нам времени добраться до наш келя прежде чем они начнут бунтовать а стоп у тебя спать хочет персонаж ну ладно пофигу а вообще насрать это мое привычное состояние понимаю до после работы еще ненты так секунду есть иском бочка тот момент когда дождь в игре реализовано много лучше чем ремейк рок-старовцев с их трилогии как бы gta да 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 полностью согласен так ну что приготовься я тебе рекомендую пока что лук включить и быть впереди группы ты у нас будешь принимать лицо заебись я близ луком впереди группы да вообще просто окей но хочет он давай не надо хорошо не 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 но норм норм почему нет в принципе можно без сэйвов без паузы если хочешь да а хочешь я автопаузу поставлю чтобы как только противника видели сразу же была пауза сама а вот так так удобно сейчас тогда включу пока закурю слушай реально начинаю подозревать что превращаюсь в ебаного хипстера и рубашки клетчатые есть и брудень на все ебало и жню курю непонятно не счет встреча на говорю я начинаю подозревать что превращаясь хипстера рубашки клетчатые есть борода на все ебало есть курю всякую пижню непонятно точно и пьешь пиво крафтовая да конечно так что как типа как не если что не реклама но это ливенбуро и сиськи понятно понятно ну что двигаем потихоньку вперед так мелкими шажками но из крафтового стакана а секундочку погнали надо проблем осталось только научиться самому мылу делать они же вроде этим занимаются так она вроде не по дороге то надо идти надо надо не мы вообще идем не показа не вот они вот они вот они хобби блины ну давай вкидываем просто в него и все чё берсерк наверно не включаю мне не пока рано берсерк ты смотри это я пауз нажал готов да 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 а чё он не стреляет у меня стреляет стреляет пути автоматически переключил снаружи ближнего боя нет я сам переключил смотри короче чем прикол я придерживаюсь тактики такой я вы от выстреливаю короче бегу назад пока я бегу назад у меня перезаряжается как бы анимация выстрела то есть ли чуваки перезаряжают стрелы это здесь реализовано опять останавливаюсь даю залп и так два-три залпа пока враги не сдохнут или же пока ну короче их очень мало останется я очень рекомендую потому что . крутая тактика этих слова шлемах я появился поздравляю два шлема а второй у тебя в кармане до отдать кому джахири так и два кожаные доспеха плюс еще обычный кожаный ну там белые такие точки на нем нет просто просто описано кожаный она не нужен так короче еще цветные брызги а давай так заклинания все складируем у аймэн окей и шоковая вспышка ммн перекидывай кстати ты можешь доспехи и накинуть пусть страдает нахер смотри вот ее лучше доспехами не перезагружать то что у нее да она перегружена чувак сильно перегружена ладно перекидывай обратно я халиду скинул да вот этому можно красиво стрим унижения халиды так и назову его кстати надо записать эту мысль погоди блин я больше верну что вот же хер и так абьюзит блин а мы еще тут его бьюзим дополнительно и беру дешевле и так мы сейчас с тобой сохранимся прям тут на какой-нибудь отдельный слот потому что я не гарантирую что мы успеем к наш келеву в том плане что короче смотри какой принцип сейчас мы вкидываем залп один вот ровно делает анимацию одну до выстрела на милишку перед переключаться не 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 ты делаешь шаги назад то есть ты как бы уходишь назад где-то секунд ну не знаю там секунды 2 а потом останавливаешься опять атакую то есть опять нажимаешь атаковать его понял да окей ладно все давай сейчас делаем залп короче уходим назад он скорее сдохнет готов да окно все мне уже надо переключаться потому что он у меня ну ладно тебя ранили теничок пошло да сильно ранее сейчас 713 ну вот за сюда что прикольно еще и заклинание читают это реально клево а кстати спасибо что сейчас я уже хера переставлю все заклинания ладно это знаешь это как в ног все было недавно видос посмотрел про ногс помнишь такую игру конечно я проходил там же типа был мультиплеер и типа не ебовый такой мультиплеер и фишка это мультиплеер было в том что но типа более задрочные игроки они типа умудрялись смотреть по анимации персонажей и по словам которые не говорили какой чувак заключает заклинание и соответственно это заклинание обьюзить на секундочку с я чуть добавил и громкости игры часть коночку в принципе нормально пойдет то есть игроки умудрялись корочки это контрмера короче приводить против своих оппонентов это прикольно то есть но это круто а я помню там как он читал заклинали он такой типа ри рора там допустим и такой на закладывали делает дайте жесты и ты такой понимаешь типа ну если ты будучи опытным задротом типа такой понимаешь такой такую херню соответственно я могу против поставить это херня свою херню и типа такой ебать и типа вот короче давай так смотри переключить прям сейчас на оружие дальнего боя вот атакуем короче ну ты понял как я как я действию ты видел как мой персонаж действует до проблема в том что у меня это хреновый стрелок то есть я атакую когда я отхожу но он почему-то не успевает выстрелить а ты дождись пока он выстрелит но окей но просто в том в этот раз вот я пытался даже сказал быстро лет но в итоге по мне ем нулит типа ну ладно окей ну давай начнем с того что тебе сейчас на данный момент владение двуручным оружием не дает на класса защиты то есть что ты с луком стоит что-то с мечом стоишь нет разницы а только у меня владение оружием прокачано я уж ему короче и осмотри микрофон упал сейчас ссоре ссоре за этот звук на стриме так вот мы сейчас атакуем короче да дожидайте пока стрела как бы вылетит и увидишь как старят летит и допустим одну там только начал лететь понял да сразу отходишь назад короче и идешь там ну не знаю секунды все-таки три потому что нас медленно пока стреляют чуваки и потом опять нажимаешь просто на хоп гоблина и ждешь пока опять анимация пройдет понял да мы попробуем давай атакуем готов да 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 а мы убили да отлично тогда давай целим этого но я уже зацелился да он должен был вот вещь как сильно роляет здесь дальний бой поначалу у меня короче солнца говно по ходу дела ты можешь это прям настройках игры изменить я уже меня у меня я и менял в настройках мыши у меня по ходу дела мыша не подрассмотрено под это дело так короче смотрим кольцо джо из из огнеплепса нашел вот это квестовый предмет дай его пожалуйста мне не точно мне дал не халиду тебе дал вижу да так и ожерелье сигровых ракушек скалы так ты мне озвучиваешь только-только заклинания зелья какие-то хорошие там артефактные предметы там которые синенькие неопределенные или же там плюс один понял раз я жаре ожерелье розы не квестовое было короче смотри ожерелье вот это джо из огнепляса да нет кольцо а тут еще ожерелье из тигровых ракушек каури нет это по моему не это тигровые ракушки каури так называются то есть это именно не никому что это персонаж а именно ракушки просто заполнил вот и короче вот эти все ожерелье ты можешь собирать есть хочешь но они стоят такие копейки по сравнению с там с более дорогими вещами просто копье реально я вообще не собираю лично так давай так я хочу внести свой вклад в наши деньги потому что я тоже полезный понял подожди посмотри у меня стрим идет у меня там мест на харде уже нету да не вроде пишет нормально час 09 уже охренеть мы играем класс так у нас сейчас есть я думаю мы сейчас доберемся до шахт но у нас не час у нас ну да час ну есть до трех ночи ебаная работа такому еще будет пачка сейчас осторожно надо чуть-чуть вверх сходить например да мы сейчас забей мы сейчас идем чисто за шлемом а во готов да она все просто раз подоросили на куски вот этого еще где а я не вижу не вижу видимо да у тебя видимо дальность а матине нож карт вправо нет такого не видно нет ладно сейчас я так кинуть отойду назад давай а теперь вижу даже не дошел два залпа и проблем нет а я выстрелить не успел нет один раз выстрел ну первого да чё шлемы собирать вообще ли чё короче ну ты делай как хочешь я не забираю все что тебе нравится но я этого делал все мне не нахер не надо не на всякие колечки собираю типа вот пожалуйста дело ваше и я как бы поначалу конечно игры бомжуешь реально там соберешь просто все не слушай сами боги велели с трупов снимать кольца ладно уж и можно в пелдвейл отлично вот супер отлично прошло 16 часов вот свою надеюсь что эти 16 часов короче не сыграет роковую роль надеюсь надо проблем пойдем наверх за мной только идем супер аккуратно здесь очень опасно но я короче на тебя триггер поставил про за тобой иду в этом деле более опытный ты более опытный секунд так короче смотрели как расставляемся джахеру я оставляю на месте сейчас я продвигаюсь вперед к виконии как вставай как бы ну понял надо немножко состояние держать друг от друга у меня чё дальняк или или ближний бой не дальняк дальняк значит соответственно я тебя отхожу немножко подальше надо но кей ну как бы не сильно вот просто где стоишь нормально пойдет шаг право шаг лево не важно я почему-то начали прочитал но стерва скажи что случилось вместо сперва отходи короче смотри вот сейчас значит что будет смотри он строга я думал появится справа он появился слева короче ну соответственно то ложь мне прочитать вручник достать он тебя раз он тебя ваншотнет нахрен но если не ваншотнет то очень больно ударит а нам нужен ты живым значит смотри он сейчас как только начнете атаковать ты сим базарь короче так что ну типа сейчас я тебе скажу что говорить на что начнете атаковать ты сразу беги примотка в мою сторону туда направо понял как можно дальше ну где тут ко мне примерно хорошо и только одно но я скажу отлить да давай я жду что там какие-то стремные звуки на фоне жесть надеюсь это кошка или ветер шумит о о Продолжение следует... Сейчас, погодь. Минус дешевых зелий в том, что на входе все замечательно, но и выходят они очень быстро. Да, согласен. Так, смотри, ты прочитал, что он говорит? Так, отойди, путник, я представитель половинного кулака. Женщина, которую ты укрываешь, разыскивается за ужасное убийство. Она темный льфик, и должно быть понятно, что она воплощение зла, да? Жми и продолжите. Так, они лгут. Я не сделал ничего плохого. Так. Прочитай пока все варианты. Я бы выбрал бы третий. Ну, типа любознательно все дела. Как думаешь? Да-да-да, именно. Я не могу этого допустить. Сначала тебе придется разобраться со мной. Да, смотри. Выбираем первый вариант, и сразу же он тебе скажет, там типа, ну да, пиздать, или сразу атаковать, и сразу понял, да, убегаешь. Право. Окей. Право. Готов. Ну ладно, поехали. Глупое решение за укрывательство убийцы. Блядь, что за укрывательство, господи. Кто здесь диалоги писал? Так, что, дальняк? Да, ставишь дальняк, атакуешь, короче, его. Она сейчас кинула в него, по идее, усыпление, или еще типа того. И у нас есть там пару ходов, чтобы его загасить. Так, читай, взглянание, приказ наемника половиного кулака. Но он бессознание, да. Стреляем по-лежачему. Есть, она второй раз его кинула. Супер. Супер, отлично. Ебаные гопники, просто кошмар. Прекрасно, прекрасно. Так, делаем квиксейф, разговариваем с ней. Она, скорее всего, нас пошлет подальше. А, нифигасе, предлагает. Она сейчас нам не нужна. Мы ее там примем, мы выкинем сейчас сразу же. А, не-не-не, мы не будем ее принимать. У нас будет минус их репутации. То есть то, что мы раздели двух чуваков, короче, а потом выгнали из плати, это плюс к репутации, конечно же. Ну. В чем на дороге. Да. Так, сейчас я посмотрю, это тот шлем или нет. Если он здесь переделан, то загружаем с автосейва, как мы сюда не приходили. Сейчас. Да, по-моему, это тот шлем пойдет. И у меня для тебя небольшой подарок. Проверим инвентарь. О-о-о, спасядки, спасядки, латый доспех, это хорошая чина. Так, только... А, не, нормально все. Ништяк, крутяк, спасибо. Все, я тоже доволен, сохраняемся. Сейчас я еще раз сохраню на полную. Бля, ебать, латник с луком. Охуенно. Все, сохранил. Идем. Все равно, что вор с щитом. Мне больше симпатичнее этот шлем с плюмажем. Куда ты пошел, дурень? Ну да, вот здесь проблема реально с этим. Так, кстати, нас по пути могут напасть. Так что будь наготове, пожалуйста. У тебя, кстати, зелье. Ты поставил быстрый слог для лечения? Конечно, я поставил. Молодец, умничка. Слушай, я, конечно, не проходил эту игру, но... Отлично, я так и думал. Блин, это жопа на самом деле. Я предлагаю немножко сочетерить и просто съебывать отсюда. Съебывать прям на максимум вниз или вверх, неважно. Как тебе такая идея? Ну, до верха ближе, чем до низа. Давай тогда наверх, просто валим и все, по максимуму. На максимальной скорости. Надеюсь, мы выживем. Гоу. Ой-ой-ой-ой-ой. Успели, кажется. Но там... Кого-то пом... Нет, Жахеру. Все живы. Мы Жахеру подпиздили. Ты прибежал, да? Отлично. Сейчас, подожди секундочку, тогда полечимся. Ну и как это у меня... Убогая эта вся. Ну, тут этот, как его... Господи, какая-то херня-то называется. Сука. На языке вертится. Короче, пинг говно. Точно. Просто мы сейчас не на том этапе. У нас недостаточно брони, чтобы тягаться даже с простыми разбойниками. Ну да. Пипец, спать хочешь. Ну ладно. Это ты говоришь латнику с луком. Дело в том, что латнику с луком. Реально один... Ну, реальный латнику одевал. И реально пытался, короче... Давали и лук, и алебарду. То есть, это полная жопа на самом деле. В латах двигаться, на самом деле, вообще невозможно. Короче, я тебе что хочу сказать. Прикол в том, что если ты внимательно почитаешь, а это... Ну, то есть, важно не то, что ты почитаешь, а важно информацию, кто сейчас скажу. У тебя не полный латный доспех. У тебя так называемые полулаты. То есть, ну, по сути, нагрудник, там, кольчуга. Ну, понял, да? Латный доспех представляет собой комбинацию кольчуги, металлических пластин, закрывающих наиболее уязвимые участки тела, такие как грудь, живот и пах. Похоже по строению на бронзовый латный доспех. Настоящий латный доспех включает в себя кольчугу и кожу. Ну, вот. Я тебе говорю, там, то есть, если ты внимательно как бы поставишь информацию, это именно полулаты, по сути, понял, да? Ну, да, то есть, это не руки, не целиком ноги. Ну, да, там, как бы, отдельные части, такие наиболее уязвимые закрыты. Там есть юбка, как бы, то есть, наплечники, больше ничего. Ну, да, да. Ну, и нагрудник. Да-да-да, я и говорю. И это вот, как бы, многие это не замечают, не обращают внимания. На самом деле, эти латы хорошие для начала игры, но в фулплейт потом можно будет купить, очень дорого. Я тебе просто про реализм говорил. А, ну, нет, я понял. А я тебе про игру, типа, ну, хотел вставить такое замечание. А, сорян, сорян. Чё-то я в душнилу включил. Да я тоже. Ну, это гиберлинги, я просто думаю, надо вкидываться так, как бы, не особо париться. Да. Ну, поздравляю с первым попаданием. А, там, кстати, может их обыскивать, у них там камни. Но у них там что-то выпало. Две голды. А вот у второго камень золотой какой-то там, ой, драгоценный. Да? Угу. Да, Андар. Это, знаешь, это вот, мне очень нравится механика Диабло, где-то мочишь крысу, из неё, блядь, полный латный доспех нахер вываливается. Угу. То есть, если из неё вываливается голда, с одной стороны, это прикольно. Ну, типа, ну, крыс сожрала голду. С другой стороны, как крыса, можешь сожрать полный латный доспех, например. Да, согласен. Блин, обожаю эту игру, просто обожаю. Ты жив? Я тут, я тут. Хорошо. Я что, хотел сказать, если ты плохо отличаешь персонажей, ну, там, где Халид, типа, да, где Джохейра. Не, я уже понял, что сисястый некрасивый, это Халид. Хорошо. Видите, как я его ненавижу просто, вот, серьёзно. Наверное, потому что отражение меня. Меня тоже баба объюзит. Короче, для людей на стриме скажу, что это, по сути, информация, да, о том, что... И железный кризис. В железном кризисе обвиняют другое государство, соседнее, под названием Амн. И, ну, не знают, кто причина настоящая железного кризиса. И поэтому вот этот посыльный, который мы встретили, как бы намекает на то, что близится война. В теории с соседним государством из-за этого. Ставлю небольшую ремарку, или Донцовый, там без разницы. Но, по-моему, Амн — это всё-таки не государство, а город. А, ну, дело в том, что в древности, как ты знаешь, были, так называемые, города-государства. Ну, даже... Да и сейчас есть. Ну, да, Ватикан, например, да? Ну, да, или Москва. Так, ну что, пошли? Дог. Пошечерик. Вот, короче, мы дошли до береговства уже хорошо. Хорошо, я вот таким вот людям вообще бы не доверял. Ну, в другой стране он безоружный крестьянин, как бы кофе. Да, хрен его знает. Рядом какие-то коровы подозрительные стоят. Мне вот левая не нравится. Так, у нас тысячи голды, много на это не купишь, но мы можем сейчас подзаработать денежат по-быстрому и сразу сваливать отсюда. И, в смысле, переодеться и сваливать. Как тебе такая идея? Или прибухнуть в таверне. А давай, кстати. Заодно отоспаться, кстати, тебе тоже не мешал. Ой, блин, сейчас мы встретим эту дикую волшебницу, с ней надо будет там проблем решать. Ой, там, да, там же, там же, там же вообще там. А ещё и в таверне. Но здесь, по-моему, нет проблем. Нет, в таверне будет проблема. Там, по-моему, там вновь упадёт дикий. Двор в дикий какой-то нападёт. А это, по-моему, в наш клинья. По-моему, здесь. Охрен его зал. Ну, чё, чё, ответим? Ну... Я бы выбрал второе. Блин, интересно, а мне на стриме пишет твой звук, который ты мне говоришь в Дискорде? Вот это реально интересно. Надеюсь, что да, потому что... Если на видео не будет твоего звука, то я его не буду выкладывать, очевидно. О, будет видно. Что ты, что бы ты ответил? Я бы вырубил второе. Не подходи, женщина! Кто ты и что у тебя за проблемы? Я бы, кстати, это и сделал. Давай выберем, лед, пофигу. Пофигу. Короче, сейчас начнётся бой. Включится пауза. Юзы Берсерка и Летина Любина первого, попавшись волшебника. Слышал бы ты эту озвучку, это просто шедевр. Эта озвучка надо было озвучивать Сан Андреас с этим правдовым переводом, где там укладите трахами. Я бы попросил тебя все-таки не разговаривать во время озвучки, когда они рассказывают что-то. Потому что у меня это на стрим пишет, хотелось бы, чтобы как-то люди прошел прощение. Да ничего страшного. Короче, понял, да, что делать надо? Да, включать Берсерк и валить первого попавшихся, кто ближе всего будет. Да-да-да. Ну, я думаю, вообще мага этого валить. Ну, на самом деле, я практически вангую, что мы не переживём этот файт. Если только зелье, я активно не будем юзать и концентрироваться. Ну, надеюсь, что получится всё. Вот, кстати, зря ты продал. Ну, зря. Зелье скорости продал. Ну, мы... Ну, чё? Чё делаешь? Ну, просто на скорости бы въебал бы по полной. Ну, я не знаю, я не знаю, но... Ну, я не знаю, я не знаю, я не знаю, но диалога. Короче, я думаю, что второе. Окей. Ну, тут очевидно. Что? Сдадим её или нет? Да... Давай дадим пизды, чё. Хорошо. У нас, короче... А-а-а! Фак! Да. Я не могу, короче, заюзать. Знаешь, почему? А-а-а. Я же не спал ни хрена. Ну, ладно, короче, тогда... Сейчас всеми персонажами я им и надвожу, ты, короче, вкидывайся именно в волшебника. Вот эти милишники, они кофигу. Именно в волшебника. Да-да-да. Я уже на него стригерил. Готов? Да. Сейчас. Что мои не стреляют? Ну, ладно. О, нормально. У меня проблемы. Вы безделье, пожалуйста, сейчас. Да рановато, как бы, ну, ладно. Ну, у тебя кислотную стрелу кинули, у тебя будет дамаг проходить каждый раунд. Окей, выпил. Так, еще раз пейзи. Я... Окей, я выпиваю зелье и мочу чувака, который бежит за Иоман. Хорошо. Вообще вкуски. Отлично, красиво. Просто размансили. Знаешь, как у меня это сейчас в озвучке звучало? А. Мне очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень жаль. Я не хотела, чтобы вы вот у вас такие проблемы случились. Ёб вашу мать. Это, 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 это потрясающе. Ну, чел, чем могу сказать? Я рад, что тебе нравится. Но, как по мне, это безумно убивает дух игры. Потому что я с этой херни орирую просто, вот серьезно. Это реально забавно. Ну, я понимаю, но лично для меня это убивает погружение, понимаешь, отчасти. Я уже слишком старт для погружения. Так, сейчас, секунду. Ага. Ну, че, выбираем? Ну, слушай. Так как я хаотик нейтрал, я бы второй не выбрал. Не выбрал бы. Но. Я бы выбрал либо третье с натяжечкой. Либо все-таки больше первое. Ну, в принципе, попросить деньги, да, как ведьмак за оплату. Я думаю, это прям вообще канонично было бы. Ну, типа, да, бьюзеров отбили от бабы. Ну, смотри, обычно я отвечаю один, но мне интересно, что будет, если отвечу три. Как тебе идея? Давай. Почему здесь нет варианта, отойдем в кусты? Ну, ладно. Ну, что же, отвечаем. Где-то видел такую же порну. Так, ну. Слушай, ну, баба бесполезная. С одной стороны. Вообще-то. Она нас тянула в проблемы. Да. Логичный послать ее там вот туда, вот где черти ебутся. Либо все-таки поинтересоваться, что она может предложить, но с другой стороны хер его знает, будет ли там потом вариант ее заново отослать нахер. Короче, я предлагаю так же взять и послать. Давай. Пошла в пизду. Ну да, конечно. Не, ну тут точно второе. Какая-то неоднократная баба, короче, которая... Я бы с тобой полностью согласился, я бы согласился, но я хочу ее взять и выкинуть сразу же, окей? У тебя какой-то пунктик? Да, я объясню почему. Потому что компаньоны прокачиваются вместе с тобой вне зависимости от того, в группе они или нет. А, точно, с нее же еще можно шмот снять. Это раз. Ну, два, то что, если, допустим, тебе нужно пересортировать группу потом в дальнейшем, то ты можешь просто прийти, собрать других компаньонов и идти в новый бой, как бы. Запомните, дети, в старых RPG можно было принимать в команду женщин, раздевать и выгонять. Да, да, да. Время такого нельзя. Точно, точно. А все то, что говорит Артем, ну, ну да, ну типа логика, 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 но... Мы же знаем, зачем все это делается. Ладно, шутка. Опа, раздели ее. И пошло в пизду. Я тебе вкинул. Сейчас я ее выгоню. А, ты мне какой-то... Ну, слушай, но под цвет глаз не подходит. Долстые платья, она такая. После всего, что мы прошли. Ну, это садки интимный момент. Ну да. На фоне трех трупов. Да, иди собирай, кстати, вот глутинский, если надо. А там нет ничего. Мечи и доспехи. У второго такая шхерня. Слушай, мы до сих пор прошли без загрузок. Это прям хороший знак. Я был бы рад, если ты лук поставил. Пока у меня пиво в бокале, это всегда добрый знак. Да уж. Ну что, подработаем? Ну, давай, че. Не, точно в этой таверне будет, Махач. А, да? Угу. Чую своей металлической жопой. Так, короче, знаешь, че, сейчас, секунду. У меня четыре зелия, я тебе два, еще дам, ты ж заюзал. Да, у меня вообще ноль. Кинул тебя. Ага. Так, а мантию я продаю, или че? Да, да, да. Не, не, сейчас скажу, подожди. Ну да, скорее сюда, продадим потом. Послушай, подожди. Класс защиты... Класс защиты плюс один против металли. У нас подверток против дыхания, кстати, плюс один. Ну, если честно, эта мантия, она неплохая, но она просто мне не нравится, как она сидит на персонажах, если честно. Это мои заморочки. Окей. Ты лидер. Да. Скажем так, деньги за нее гораздо ценнее будут нам. Подожди, а ты сейчас еман с ним разговариваешь? Угу. А, тогда все нормально. А то я просмотрю, приветствую тебя, искательницу приключений. Меня зовут Гарик, я работаю в Comedy Club. Да, забавно. Не хотите ли поработать на ТНТ? Так, сейчас будет сложный бой, скорее всего. Да, да, да. И поэтому, да, могут быть проблемы. Ну, я думаю, что тоже на похуй пройдем. Тут главное грамотно. Стой. Отойди, отойди подальше. Вот, давай расставимся, короче. Смотри, да, ты стой вот так. Сейчас я кем-нибудь подойду, попробую. Не, знаешь чего? У тебя, в принципе, хп больше всего. Подойди к ней в упор и возьми двуручник. И говори с ней. Ну, продолжай. Что, конец? Короче, мы сейчас примем сторону бандитов. Ну, типа бандитов. И убьем эту челку. Зачем? Ну, ты бы по разговору с бандитами поймешь, смотри. Вот, слушай, слушай, вот, что она читает, что она говорит ей сам, как бы, подумай. Ну, бремя решения можем, конечно, и делать. Это ты сейчас, ты сейчас уже трекаешь продолжать. Да? Нет. А, да. Дальше? Да, конечно, я... Мне нужно секунды 4, максимум 3. Даже меньше. Ненавижу блока. Ну, ты понял, да? То есть они, короче, ей принесли камни, которые она просила украсть где-то. И она хочет их кинуть, короче, подослав нас просто убить их. Ну, чё, тогда второе. Получается. Пауза сейчас, по мне, включится, я включу сейчас паузу. Так, ну, почему-то она не включается сразу, я не знаю, почему я жму-жму-жму, она не включается. Прямо, клацую. Мы, так, с ней уже почти половину сняли, так что нормально. Ну, плюс то, что мы сбили из заклинания, я, конечно, фигачим ее. Ты 14-й урон нанес. Есть, сбили, заклинания, добиваем. Есть, четко, супер. Лутаю и скинь, пожалуйста, все, что у нее есть, мне. Да, мой повелитель. Хороший песик. Вов-вов. И 900 опыта, кстати, и зелезащиты. Чё делаем? Сейчас я поболтаю с Гариком, тоже попробую его нанять. Можешь спать уже, пойдем. В смысле паряли или в игре? В игре. Сейчас, сейчас. Так, раздеваем Гаррика. А у нее ничего нет, я его просто выкину. Такой жалкий. Пусть обратно идет, шутит на свои ТНТ. У меня сейчас прикольно выглядит текстура этой телки, которую мы убили. Она, типа, просвечивается сквозь крышу, как будто она лежит на крыше, загорает. Пойдем бухать. О, здесь звездочки. Да, с радостью вообще. Ну да, у нас все спать хотят. Нам в любом случае надо это сделать. Короче, у нас слишком душная команда. Точно. Сейчас мы, короче, офигительно снарядимся. Главное, чтобы Халид и Жахер, они стали бузить, короче. Заходи, где ты стоишь. Он у меня, блядь, в текстуру застрял. Блин, было бы забавно. Порвалися сквозь текстуры в Baldur's Gate. А, вот я же говорю, безумный гном. Да он не будет драться с тобой. Точно, я преподал с другим. Но они все на одно лицо. Что они, что их жены, что их дети. Я, короче, когда играл в юности, да, даже в детстве, я не понял вот этой шутки. А когда стал уже как бы более взрослый, и я понял, в чем прикол. То, что, типа, он говорит, да-да, это старая история, но если ты хоть раз заикнешься о том, что Клоквуд самое подходящее место, чтобы потерять плащ, твоя печенка будет в сегодняшнем меню. И, короче, Клоквуд, этот будет дословно переводится, как, типа, плащанистый лес, или что-то типа того. Или лес плащей, знаешь, как-то так, короче. Хорошо. Так, сейчас я основное сделаю с хранения. Сейчас этот гном заорал, мне нужен свежий глоток крепкого карликового эля. Да-да-да. Привет, приятель, добро пожаловать, и чувствуй себя как дома. Только постарайся не раздражать местных, ладно? Времена сейчас нелегкие, так что им и без этого хватает неприятностей. Итак, что я могу для тебя сделать? Ну что, самые любимые услуги? Ты как-то знаешь, ты как-то очень вовремя начал озвучивать диалоги. Почему? Это сейчас был сарказм. Ну, сейчас жираемся. Я сам, самое, короче, пью дрянную какую-нибудь хрень полную. Что, я могу уже нажираться? Да, конечно. А ты не разговариваешь с ним, типа, сейчас? Иван. Вот теперь разговариваю. Так. Созайлийский. Купить нахер. Еще купить. Еще купить. Неподалеку от Нашкеля проходит ярмарка, посвященная празднику середины лета. Неизвестно, как на ней отразятся все неприятности, что выпали на долю этого региона за последнее время. Многие не рискуют отправиться на этот простой маленький карнавал. В последнее время в городе появилось множество солдат плавенного кулака. Непонятно, зачем сюда ввели дополнительные войска, но это настораживает весьма. Непонятно, как при такой нехватке железа пламенный кулак собирается поддерживать порядок в регионе. Но вооружия нет, но водоспехов нет. И это очень плохо. Ну, короче, ему вообще нихрена непонятно. Ну, чё, спим? Да. Давай в купеческой. Пошла заставка у тебя. Да. Блин, заставка говно, конечно. Ну да. Ну, кстати, в оригинале, в оригинале там были просто кровати, больше с мечами. И ключи белого. С точки зрения арта, выглядит клёво. То есть, именно как арт. Слушай, нам нужно быстро-быстро отсюда бежать, потому что ночь уже скоро, закроются магазины. Нет, с точки зрения арта, сделаны великолепные эти заставки. Ну да. Но с точки зрения, господи, блин, пошлое слово, ламповые атмосферности, это, конечно, мя. Согласен. А не, я чё-то зря напугался, что только четвёртый час. Так, короче, сейчас я подумаю, что можно купить самое ценное. Ну, подожди, пока не базарь с ним, пожалуйста. Ага. Сейчас я подумаю, что можно купить самое ценное для наших, так сказать, и продам всякое барахло. Кстати, ну ладно. Мне тоже продаться надо. Ну, я посмотрю, что у тебя есть вообще. Ага, ага. Ну да, там продавай все кольца, все шлемы, в принципе, спесь, они продаются, дастся. Манча продаем? Да, манча продаем. Ну, иди, продавайся-то, с ним пока что. Торгуйся. А, у него почти ничего нельзя продать, да? Ну. Мы сейчас зайдем в еще одно место, продадим всякие зелья ненужные. То, что я смог продать. Угу. Бля, чувствую себя, знаешь, таким мужичком из деревни, который вначале нажрался в таверне, потом продает все, что у него есть в инвентаре, чтобы, блядь, хоть какие-то деньги были. Смотри, тут есть у нас артефакт, который мы сняли с гора и на пояс противоположности. Короче, сопротивление холоду плюс сто, сопротивление огню минус сто. Я его вообще всегда продавал. Но стоит он, в принципе, копейки. Но с другой стороны, он может дать стопроцентное сопротивление холоду. Я вот думаю, оставить его может? С другой стороны, это твой батя, и это последнее, что от него осталось. Да, в принципе. Кстати, у Имен, у нее мешочек для драгоценностей, если что, который мы отжали усилки, по-моему, или у кого-то, не помню. А, у этой, у Ниры. Вот, там четыре каких-то камня. Сейчас я их достану, ладно? Пожалуйста. И я этот мешочек тебе отдам, тебе он нужнее. У меня свой мешочек нормальный, что-то. Не-не, прикол. Что-то вот так вот, сразу-то. Короче, контейнер для... Ну, то есть, контейнер, в данном случае, мешок для украшений, он позволяет неограниченно в себя складировать камушки, понял? И не занимает место в инвентаре. То есть, он занимает только один слот, понимаешь? Ну, типа back-of-holding. Да-да-да. Господи, я до сих пор помню все эти... Понятия. Так, а знаешь, чем мы, Мага, будем брать в группу? Ну, слушай, нам лишнего Мага не помешал бы, на самом деле. Ну, смотри, я предлагаю пойти по плохому сценарию, если честно, забить на Минск, убить Дайнахейр и взять Едвина. Как тебе такой вариант? На Минск... Да, я помню твое отношение к Минску. Ну, смотри, как бы... Дело в том, что я не прохожу с группой стандартной, то есть Жахейра, Халид, Минск, Дайнахейр. Но мы можем, в принципе, это сделать. Единственное, что я бы кикнул Халида и Жахейру рано или поздно, на каком-то этапе, причем довольно-таки скоро, скорее всего, после шахт. Давай так. Ты лидер группы, ты знаешь эту игру лучше, чем я. Я на подсоясе, я... Вот такой вот я, да. Ну, давай тогда, знаешь, как сделаем? Мы, наверное... Я бью ёбло. Все. Хорошо, смотри. В принципе, нам хватит двух воинов, то есть это ты и Минск. Нам этого хватит с головой. Минск-Берсиерк, он тоже может впадать в состояние ярости, так что все топчик. Значит, мы возьмем тогда, освободим потом после шахт-нашкила колдунью, короче. Понял, да? А, это вот Динахейр его... Я дальше шахт-нашкила не доходил. Понял. Еще раз повторяю. Понял. Шлема продал все, да? Я, ну, продал все, что мог продать. Хорошо. Боюсь, нам придется сюда еще раз вернуться. Сейчас посмотрим. Хорошо. Игорь, я, походу, делал отыгрываю ебаного алкоголика. Ну, чувак, ты тоже вовлекайся в процесс, ты имеешь право голоса. Я и хочу, чтобы ты увлекся, понимаешь? Я увлекся? Чего? Ну, ладно. Так, сейчас я закуплюсь по-бырому. Блин, вот тут дилемма. Сейчас. Я купил кожаный доспех пока что клепанный этой Аймен. И у нас денег пока немного, да? Но у нас куча всяких этих заклинаний, артефактов, которые мы типа можем продать, да? Зелий в первую очередь. Зачем? Зачем ты ей клепу покупал? Почему? А что такое? Она же выпадает с мобов. Да, блин, там кожаные доспехи выпадают, а не клепанные кожаные. Нет, там и клепанные потом будут выпадать дальше. Ну, ладно, он 20 голды стоил, забей. Ну, 30. Так, стрелы у нас есть, все есть. Да, вот короткий меч. Смотри, у нас денег мало, я поэтому думаю, забьем, пока ничего вообще не будем брать. А, вот, я знаю, что я возьму. Сейчас. Не знаю, мне вообще насрать. У меня два двуручника и гигантский лук. Мне хороший. Да, я вот и думаю, может, лук какой-то... А, другого нету, да? Сейчас. Хорошо. А, ну тут, в принципе, посох есть, да, плюс один? Ну, ладно. Короткий меч, да, плюс один? А длинного меча есть плюс один? Есть, но стоит дорого. Короче, мы тут, в принципе, пока ничего взять не можем, но это не страшно. Латный доспех. Вот, кстати, знаешь, что? Я думаю, может, лата кому-нибудь дадим, типа, дайнахейра. Ну, этому. А, умеет носить и Халид, и Джохейра. Я вот думаю, мы, в принципе, можем купить один. В принципе, лата не влияет на скорость течения заклинаний? Нет. По-моему, нет. Сейчас, подождем. Короче, я предлагаю не покупать. Скорее всего, они все равно сломаются. 900 голды выбрасывать как-то не хочется. Класс защиты 3. 0 против рыбища, требование силы 12, вес 50. Но, в принципе, да. Ой, а кому я купил? Я прощаю. Короче, если за 150 голды купил, прощу плюс один. Она мне очень понадобится. Давай, знаешь что, зайдем в еще один магазин, продадим все и пойдем уже до шахт, окей? Ну, слушай, ну мы побухали, мы отоспались. У нас теперь шопинг, поэтому я только за. Угу, выходим. Мне нужна бочка. Идем налево. Сейчас, секундочку. Все, пошли. Я тебе кинул доспех Раймэйн. Потом продашь. Ага, понял. Сейчас тут по-быстрому побазарим с челиком, только надо делать грамотно. Да, получим их спу. И мне кажется, скоро левелап у нас будет уже. О, слушай, ну... В нашей команде ты тот чувак, который обхаркивает все вопросики. Мм? Я не люблю твоего типа, дед. Хе, ты им говоришь, Марл. Ты говоришь со мной? Эээ, что за бред? Ну ладно, окей. Ну чел, ты копался. Ты читай. Мм. Меня просто перекидывает с экрана на экран. Эээ... Не знаю, я типа-тип-типо с ними конфликтовал бы, типа... Первое, наверное. Ну я просто знаю, как базарить, поэтому я базарю по... Уже как надо, окей? Ну окей, давай. Ну я бы выбрал первое. Ну да. Блядь, первый опять же, это просто охуенно. Хотя он, конечно, типа провоцирует. Какой типичный реднэк, знаешь, Хапсал с парки. Да-да-да-да-да-да. Они нас без работы оставили. Без работы, блядь. А потом всей толпой проще разденемся и начнем ебаться. Опять же, как реднэки в соус-парке. Точно. Кстати, новая серия про пост-ковид прикольная. Сайта посмотреть. Не спойлери, я хочу ее посадить, как раз последнюю. Там единственный пошел ее спойлерить, только, блядь, про Карпмана. Прочитал? Да, конечно. Пиратам опыт отвалил. Все сохранили. Сейчас я быстренько торгану тут. Вот этот чувак, Field Post, короче, бармен, да? Он покупает и продает всякие крутые вещи, короче, тоже. Ну, типа, коллекционер. Но мне бы просто... Мне бы просто потом ему тоже всякое говно продать, вот, который ты мне накидал. У меня там, блин, два кольца. Брюлик на шею на смехе. Все, продали у нас 2, 2,500. В принципе, хватит на одну крутую шмотку. Сейчас подадим длинный меч или один короткий меч, выбирай. Но это, правда, не для нас. Сейчас тоже это говно продам. Ага. Слушай, но... Нам вот она, нахер, ничего не нужно. Вообще, из всего этого, вот здесь нам нужен композитный длинный лук плюс один, но он стоит 3,700. Вот, надо подкопить, я думаю. Потому что ты будешь лучше стрелять с него. Гораздо. Блин, я же не в стрелка качаюсь, опять же. Ну, ты хочешь прям четко всегда рубить, только с мечом и пофигу, да? Я милишник. Ну, я понимаю, ну, просто ты воин. А воин, это не обязательно, не значит, что только милишник. Ну, ладно. Слушай, у меня вкачан двуручник и вкачано владение двуручником. Хорошо, хорошо, нет, я не настаиваю. Я просто, нет, 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 я пытаюсь рассуждать логически. То есть, я вкачиваюсь в двуручник и владение двуручником. Ну, да, правильно. То есть, я попадаю, это не с первого раза. Я знаю. То есть, нахер, а мне композитный лук. Я объясню. Дело в том, что композитный лук, да вообще стрела там, наносит, по-моему, то ли 1D6, композитный лук еще накидывает там сколько-то, да, процентов урона. Типа там 3 единицы. То есть, допустим, ты там, не знаю, от, грубо говоря, от 4 до там 9 или там 10 ты бьешь с лука, да. И прикол в том, что если у тебя будет лук плюс 1, ты будешь лучше попадать. Как будто бы ты им владеешь, понимаешь, да, на уровне первой звезды. Вот. Ну, примерно. И прикол в том, что все равно, как бы, я, ну, хорошо, я пока первый сценарий, да, расскажу. То есть, мы вкидываем там по несколько стрел, потом отходим, и если уже, как бы, враги подходят близко, и уже деваться некуда, ты переключаешься двуручник и дорубаешь оставшихся. Это первый вариант. Второй вариант, как хочешь ты. И, в принципе, так можно тоже. Ты у нас чистый милишник, ты идешь, врубаешься, короче, мы отстреливаемся из задней, и типа все нормально. Можно и так. Я извиняюсь, на мой взгляд, либо для нашей непутевой сестренки что-нибудь прикупить в плане того, что усиливая ее какие-то там магические способности, например, артефакт какой-нибудь взять. Ну, начнем с того, что Аймен здесь просто вор, а не маг вор. Что, кстати, тоже в плюс. Ну, вообще, да. Либо, допустим, тебе, как паладину, то-то, что усиливает твои хилевские способности, либо ауры какие-то. Ну, смотри, есть, значит, три варианта. И ауру, а бафы. Три варианта. Четыре даже варианта. Мы покупаем Аймен короткий лук плюс один, она лучше стреляет. Мы покупаем Халиду длинный меч плюс один, он лучше бьется вблизи. Мы покупаем короткий меч плюс один Аймен, лучше дерется вблизи, но я ее всегда практически как стрелок использую, поэтому считаю, что это тупо. Ну, то есть, делал последнюю очередь. И еще один вариант, мы покупаем мне щит плюс один. Вот, 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 щит, это хорошо, потому что Халид идет нахуй. Окей. Сейчас я зайду один по-быстрому. А я за тобой просто вагоном иду, поэтому. Аня, я в обходе застрял, ну ладно. Лучше, но опыт игры в онлайне, конечно, вот именно Балдура, это прикольно. Она как-то немножко по-другому раскрывается. Абсолютно точно. Более того, мы можем с тобой дуэлиться, кстати. Пошли, пошли. Ну, пока, да. А чуть попозже уже нет. Попозже. Чуть попозже не считается. Ну да, чуть попозже, чуть попозже. Ну что, сейчас сделаем еще быстренько один квестик? Ну да. Супер быстро. Так, готовься. Полчаса у нас есть, я будильник уже завел, поэтому. Хорошо. Еще прям пулей. Да. Так, у меня дальняк. Отлично. Готов? Да. Ну хер, ну блядь, что я сделаю? Ладно. Нормально. Пожарелка. Забирай. Да, уже забрал. Сейчас, по-моему, еще один будет. Готов? Ну, я никого не вижу. Ага, все, готов. Позволь мне, позволь мне. Все, там письмо. Сейчас вернем письмо, я тебе дам офигенное кольцо. Пойдем. А что там за письмо-то? Там, короче, письмо. Ну, давайте скину. Да, я тут прочитай. Ну, хорошо. Моя дорогая Мариан... Мар... Марнан... Ма... Блин, Мэриан, короче. Дорога была нелегкой, но я благополучно добрался до Амна. Думаю, разумнее будет возвращаться морем, но не раньше, чем выпадет первый снег. Надеюсь, ты получишь это письмо. Полурослик, которого я нанял доставить его, показался мне честным малым. На веки твой, Роу. Жалко Роу. Да не, на самом деле это полурослик просто посыльный. Его поймали Агриллиона и убили. А, полурослик-то вообще не жалко. Угу. Сейчас я пули сдаю, короче, квест. Я слишком выше того, чтобы шутить над полуросликом. Останься на месте. Ладно, пока. Потрендю с этими чуваками. Ну, или постою. Блин, ну у Халиды реально грудь. Угу. Баба, блядь. Я был беден. Появился диалог, да? Да-да-да, я все вижу. Ну, я уже читал-то. Лола, она какой-то свиток дала. Какой свиток? Интересно. А, потерян свиток. Сейчас, короче, я быстро определю кольцо и дам тебе его. И ты офигеешь. Это офигительное кольцо. Поскольку ты у нас танк? Ну, я скорее больше в ДД качаюсь. Ну, да, но ты у нас будешь принимать в лицо. Ну, да. Блядь, закрыто. Пиздец. Ну, конечно, сейчас ты его наденешь, а опознаем его в Нашкере. Дождя, а Эмон можно скинуть, она вроде может опознать. А, ну, чисто за счет своих умений можно попробовать. Неа. Жахера. Да забей. Мы опознаем. Да ладно, что, телки, что ли, в кольцах тебе разбираюсь? Попробуй Джахери дай. А, сейчас я Джахери уровень повыше, попробуем. У меня появилась надпись «Халид готов начать». Что он готов начать? Так, полное сохранение. Ча. Погнали. Успеваешь? Да-да-да-да. I'm with you. Окей. Смотри, я предлагаю Халида брать после шахт. Как твое мнение? Брать куда? Ну, в пати. А сейчас его типа выкинуть, что ли? Не, короче, смотри, чем прикол. Есть, во-первых, проблема. Нас больше, да? То есть, смотри. Если у нас Халид идет вместе с Джахерой, да? То Минск, он ходит вместе с волшебницей. То есть, чтобы взять Минска, мы вначале его берем, но мы даем ему обязательство, что мы освободим его, короче, телочку. Вот. И прикол в том, что там тоже таймер тикает. И пока мы будем заниматься там квестами в шахтах, Халид может сказать, Слышь, блин, ты не успел, сорян. Ты козел и вали отсюда. И дать нам по роже, короче. Вот. Поэтому я предлагаю Халида брать после. Ой, не Халида, Минска. Минска. Ну, окей. Ну, все. Так, я добазарюсь. А, я же тебе рассказывал, да, что на Минске есть отсылка в Mass Effect? Нет. Но там, типа, короче, есть хомяк. Ну, называется Космический Хомяк. И когда на него тыкаешь, он такой делает. Прикольно. Как у Минска, если в инвентаре, ты как-то хомяка. Ну, да, там у Минска описание про хомяка, типа... Что это, гигантский космический хомяк. В миниатюре, да. Да-да-да. Ну, короче, наемники этого кулака, они на самом деле, ребят, хорошие. Только, правда, мы одного из них убили, но это ничего. Бывает. На дорогах всякое случается. Погнали. Ну, на самом деле, это простой бой. Давай здесь посрадимся, не будем убегать. Ну, слушай, я, наверное, на Минюшку переключаюсь. Давай. В какую собаку ты бежишь? Блин, господи, как бы так сориентироваться-то. Короче, который на дороге стоит. Ага. А давай тогда так. Ты ее атакуешь? Я убиваю сейчас одним залпом, надеюсь, верхнюю собаку. И бегу в сторону верха, и буду оттуда отстреливаться. А ты будешь собирать собак на себе, понял, да? Алло. Алло, да. Ну вот, твоя задача, знаешь, какая? Ты ударишь сейчас собаку, потом, когда собаки нижние будут приближаться к нашей группе, ты будешь бежать им навстречу, они будут атаковать тебя, понял, да? Я понял, да, да, да. Все, давай. Тебе собакуешься. Так. Зелье. Вот, конечно, плохо, что зелье использовал, ну ладно. Ну, слушай, он, у меня так подожрали, нихерово, так что... Да, я же говорю, видишь, а латы казалось бы, латы. Ладно, молодец, пойдем. Это будет закончено. О, здесь нужен дальняк, наверное. Угу. Танкуй, танкуй. Да, что-то промахиваешься-то, а. Мясо, нормально. Собираешь мотки. Да там шмотки-то, господи. Только голду, видимо, с них собирать и все. Выглядит максимально эпично, на самом деле. Да? Ну, в плане того, что, типа, короче, вы разъебываете, а я, короче, лутаю. Ага. Ну, пока тебе нравится? Слушай, я... Я всегда любил болдерс гейт. Ага. О, кстати. Ожерелье, ну-ка. Я не помню, кому ему сдавать, потом узнаем, надеюсь. А уж тем более, болдерс гейт в онлайне, это... Прикольно. Ну, короче, будешь держаться меня, пройдем его очень далеко. Ну, вот после шахты я буду вчитываться, потому что... Окей, окей. Как я повторюсь, я... Дальше шахты не доходил. Ну, а ты до какого уровня шах дошел? Я доходил... Я не помню, какой уровень шах был, там, короче, там был момент, где узенький мост, и по нему на тебе бежит просто толпа просто, вот просто мясо. Угу. И я, типа, пробовал пробовать тактику, типа, как в Диабл 2, типа, ну, ты съебал, короче, в проход, подхилился, вернулся обратно. Угу. Ну, это ни хера не помогало. Угу. Ну, смотри, там есть такой момент, в этой шахте очень-очень много ловушек, и ты, наверное, не обнаружил ловушки вообще. Да-да-да. Ну, вот тебя и они ваншотают, они, на самом деле, очень злые, эти ловушки. Они очень сильные. Вот этот челик, короче, я так понимаю, этот челик просто отсылает нас к Neverwinter Nights, дальнейшей разработке игры и всего. Да-да-да-да-чего. Я бы третье нажал бы, потому что пошел он нахуй. Вот, смотри, я не раз гостил в далеком городе от Катла. Тебе непременно стоит когда-нибудь там побывать. Скорее всего, в будущем город станет популярен. Но тебе, конечно, сейчас это ничего не поможет. Пока. Точнее, это отсылка именно ко второй части, что будет в Аскат. А вот именно, вот что я хотел заметить, смотри, правильно же как, Аскатла все-таки. Ну, там, по-моему, TH, поэтому Аскатла, то есть как бы Атакатла. Ну, скорее всего, Аскатла просто... ХЗ, на самом деле, я не помню, честно. Ну, просто, если так посудить, да, то предположить точнее, то есть на русском языке, как бы, да, типа Аскатла звучит лучше, чем Аткатла. Это как вот Митрил или Мифрил. Ну, да, да, да. Ну, понятно, короче. Знаешь, с чего я Арнул? Я ведь только сейчас понял, у него же имя Лорд Предзнаменований. Ты прикинь? То есть нам здесь уже подкинули, как бы, еще при разработке первой части игры подкинули намек, что будет вторая часть игры вестись там. Ну, это как в серии игр Беседки, вот этот, Майкл Лжец. Ой, я, наверное, не помню, что это ты имеешь в виду. Но там появляется такой каджит, который всякую хуйню, по идее, типа, говорит. Ага. Но на самом деле он, типа, намекает на последующие части. Прикольно, я не знал. То есть он вначале появился в Муравинде. Вот, кстати, вот в этой заставке должны были, по идее, помои вываливать. Вот. Не-не, по-моему, вывалят Берегосте. А. Короче, он даже, он начали появился. А, молчу. Я пропустил. И он, блядь, Гарайн. Ссори за звук ВК. Это я подписчикам своим. Так, сохраняемся. Да, давай. Че, у нас время немножко есть еще? Ну, минут 10. Ну, давай. Так, ну че, вот здесь будет файт жесткий. Принимаем его? Да, давай файт проведем тогда. И до следующего раза. Че, ответим? Знаешь, типа, ну, нам же дед че говорил, никому не доверять? Ну да. По логике отыгрышей, я думаю, первое. Хорошо. Ну, типа, мол, мышь подозрительный, ёпта. Сейчас, секундочку. У меня восстановили заклинания, да? И у этой, у Джахеры тоже. Кайф, кайф, кайф. Хорошо, сейчас способности восстановились, мы же поспали. Да, слушай, значит, такой сейчас план. Ты входишь в таверну первым. Я сразу за тобой. Челек на тебя нападает, ты сразу южишь из Берсерка и рубишь его с двух рук, короче. Окей. Ну, супер, заходим. Давай ты первый. А он все равно Саймон стал разговаривать. То ладно, я ее отведу. Давай выбирайся, ты сам. Здесь, в принципе, неверных ответов не может быть. Ты не забывай, Берсерк. Берсерка врубил. Ты вовремя, кстати, молодец. Видишь, на тебя ничего не действует. А так бы она законтролила. Так, сбили, отлично. Готово. Ну, тай. О, шлемофончик клевый. Так, свиток я тебе отдаю. Хорошо. Свитки, пожалуйста, потом Аймон, скидывайся, не забывай. Так. Ладно, шлем пока остались. Блядь, я не знаю. У меня, короче, есть неиндефицированное кольцо и неиндефицированный шлем. Наверное, у товарища, наверное, у один. Стой, 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 стой. Вот колечко это, которое я тебе дал. Я тебе его дал. Ты его надень сейчас. Ага, окей. Так, но у меня минус один по защите. Ну да. Вот, но шлема по-любому будут товарища идентифицировать. Короче, смотри, тебе нужно будет у товарища только не у этого, а в магазине нашкида идентифицировать и то, и то. Потому что идентифицированное стоит дороже. А кольцо это, оно охуенно, оно тебе самому нужно. Просто идентифицируй и все. Окей. Ну что, пойдем отсюда идентифицируемся и спать. Да. Ну пипец. Смотрели в дверях. В общем, сними кольцо, кстати, не забудь. Знаешь, это как это играть в любую игру Might and Magic, ну или подобных игр, где ты сразу четырех персонажем управляешься, и типа вот логика в том, что типа они все вчетвером ходят в один проход. То есть заходишь в таверну, и они типа, блядь, должны по идее застревать. Слушай, а может здесь специально это обыграли? А хера, его знает, кстати. Ну блин, интересно было бы. Слушай, ты хорошо бы с ним подкинул, точно. Ты снял кольцо? Да, я снял. Ну идентифицируй то и то. Только не продай. Окей. Извините. Это не ковид, это, блин, я курю этот. Парю. А, защита плюс один. Ну, спас броски плюс один. Нехило. Ну да, как будто щит надел, считай. Клем. Особенности. Обладатель получает способность инфравидения на расстоянии до 120 футов. Защита хитических пол... Ну, короче, стандарт, да. Но просто с инфравидением. Продай его, пожалуйста. Сколько стоит? Ну, сейчас посмотрим. 400. Ну, продай. Продаем. Это продаем. Это продаем. Это продаем. Это продаем. Так, и это продаем. Сейчас я куплю стрел, снарядов и, ну, подготовимся к завтрашнему дню, скажем так. И все, и заканчиваем, окей? Да, значит, конечно. Ну что, на мой взгляд, для первого, так называемого, пробного раза очень даже неплохо. Мне понравилось. Купи себе стрел, пожалуйста, тоже штучек, ну, где-то 8 пачек. Так, стрелы, стрелы. А, не купил. Здесь еще такого, на самом деле, по-ебански, интерфейс, на самом деле. То есть, ну... Как именно, в чем именно? Ну, тут немножко по-ебанутому кнопке расположено. Ну, типа, купил. Ну, все, подходи поближе ко мне. Сейчас сохрани полностью. Я думаю, завтра продолжим, если захочешь. Да, очень хочу. Ну, все, выходим. Я стопаю стрим. Всем спасибо, кто был. Йоу-йоу-йоу.